Ну что, дорогие друзья, обшороженный биомусор, который нас сюда приволок, он, короче, ну мягко говоря, обгадился. Очень жидко обгадился, но это все вы посмотрите. Ну, в общем, идем в опорку к женщинам, к нашим, обратно. Если вам нравится, вы ходите, юридически нет оснований для того, чтобы вы предлагали мне вот эту историю, для каких-то все таки есть. Вот он, ну, сказал, что меняет. Ого, добрый день. Все, говорит, будем. Смотрите, все равно для Парнаула отсутствует. Что, то есть все конкретно обеспределен, да, граждан, на камеру снялась? А вы предъявите, пожалуйста, ваши документы. Давайте. На основании. 10-й пункт загона о полиции выполните. Хорошо. Документы перейдите. Вы все конкретно занимаетесь геноцидом, да, то есть человека из троллейбуса выкинули, и заместо того, чтобы защищать, вы репрессируете, да? Это вы как доказали? Вы вот на такую службу, это людей своих, граждан геноцидов собрались. Вы что тут делаете? Вы выполняем саконы. Да вы, да вы. Вы Путина уважаете? Я тоже его уважаю. Покажите, где здесь, вот, закан 36, где написано, вот только для государства, где написано здесь, что я должна на письма. Покажите мне, пожалуйста, я уважаю Путина, я уважаю фибральное такое. Покажите, будьте добры. Документы предоставьте непосредственно. Для начала, а вы, давай, пятый пункт законного полиции. Начнем с того, что вы не экзаменатор, мы начнем с того, что вы не умничать тут не стоите, будьте добры. Потому что вы пройдемте со мной в отдел полиции. В полиции Придородовой Елена Олеговна. В полномоченной полиции ваши документы. Вы остаетесь, вы в трое, пойдемте со мной в отдел полиции по Ленинскому району. В полном пойдем. На каком основании? На каком основании, скажите? На основании. Докажите нарушение. Какое нарушение сделала? Покажите. Нарушение какое сделала? 20.6 Прим.1. Чего? На основании чего? Вы отказываетесь предъявить ваши документы. Это 21-я статья. У тебя нос открыт, заболеешь-то и трое. Это что у тебя там за трусы-то на лице? Ты посмотри. Это что, это маска? Это тебе корректно, видите? Я корректно веду. Вы что тут творите-то? Вы вообще в край пооборзели. Вы что с людьми делаете? Вы что не понимаете? Геноцидом занимается. Вашими руками геноцид проводится. Вы вообще ничего не понимаете. Вы самосознание своего народа в край уже опустились. Вы почему людей стравливаете? Я понимаю, что конструктор встает с 5 утра, 14 часов работает. А ты что снимаешь? Нервный срыв был. Понимаете, как Никита Александровна. Нет, не можно здесь граждане. Я тебе запрещал. Вы обожаете людей и не кричите. Там все перевернуто, вы понимаете? И можно было попросить прощения и решить этот вопрос. Вы, значит, ее ни до что не привлекаете, а меня привлекаете, что запопает. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что у вас материал был выделен в отдельное производство. Тогда почему вы там написали, что была опрошена? Меня никто не опрашивал. Вы были опрошены. Я не была опрошена. Вы пришли и написали заявление в дежурную часть отдела по Ленинскому району. Коллег? Нам, советской. Биомусоров? 150. А вы уже пути и сняйтесь. Вы знаете, как вас люди называют? Биомусора. Биомусор. Вы потому что, ваша основная функция это геноцид. Вы почему месяц, месяц прошел. То есть вы сейчас нас оскорбляете, правильно? Да вот. Я говорю, люди вас так называют. Это не я вас так оскорбляю. Сейчас ваш хуст это. А где кондуктор? Что из моих хуст? Подожди, подожди. Я говорю, люди вас так называют, а не я. Вы это самое, вызвали. А кондуктора почему не вызвали? Не важно, откуда это происходит. Я знаю, откуда это происходит. Я знаю, это московский головный рост. Не пьем мусор, это относится к другому ровну. А что ты не биологическое существо? Вы не защищаете. Ты не живой, что ли? Не пьем. Вы должны защищать народ. Они не надо. Я вам все документы принесла, что я имею в виду на грани. Да в данном случае вы своим присутствием гражданам опасность создаете. Вы уже оборзели до такой степени, что вы хватаете людей на остановках, тащите. И вот это 26.1. Нету никаких законных оснований, нет полномочий для составления этих вещей. Вы просто занимаетесь откровенным беспределом. Вы в Петрограде забыли? Вы забыли, друзья мои, в Петрограде, что было сто лет назад? Вы что хотите? Вы понимаете, что вашими руками делается опять гражданское противостояние? Вы что, вам вообще мозги отсушили? Вы-то такие же, как мы люди, и мы такие же, как вы. Что вы творите? Я не вижу, что вы сейчас... За намордник, друг. Ты в себя... Я вам не друг. Да ты мне не друг, понятно. Ты по психофизическим характеристикам до слова дружбы не дотягиваешь. Поздравляю тебя, ай, ты балбес. Вы как дожили до жизни-то такое? Напялить на морднике? Ну вы сами это напялили, вам нравится. Ходите в этих трусах на лице. Вы почему же людей так призываете? Что не вам оценивать наши действия? Политично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово. Не понимаешь политической ситуации. Так как это не мне, ты мой слуга, я здесь не официально. Как это? Кто должен оценивать? Твой начальник? А завтра тебе начальник на бутылку садится, скажет. Ты что будешь делать? Делать что будешь? Какие правонарушители? Занамордник. А завтра ковидный начнется понос. И что, в подвузниках будете ходить? Или что, людей будете принуждать? Доказательной базы никакой нет, что вот эта тряпка... Вот одинаково, что вот так, и вот так. Наоборот вред. Дело в том, что там написано органы, дыхание. Мост единственным является органом дыхания. Работа не является. Это для переработки пищи. Если вы не знаете, я вам говорю. Если хотите удостовериться, посмотрите в интернете, вы это найдете. Мы сейчас с вами не будем. Подождите. Да, конечно, не будем. Вы с изопта предоставьте вам. Она сказала, когда я... Почему на кондуктора вы не заставляете эту же статью? Она мне ответила, потому что она в масле. На кого? Вот это вот является... На нас. Да на вас уже не жаловаться. Уже божьего проведения мы ждем. Чтобы у вас упало настроение до такой степени, что у вас начались... Давайте по одному. Она ответила, что на ней есть масло. Вот так, вот так. Цель масла такая. Зачем с вами сейчас спорить? Я вам объясняю, что вы нарушаете. Я вам объясняю. Мира, подожди. Если бы не согласны. СИЗОД он предоставил. Если бы не согласны. Если бы не согласны. Что мы не согласны. Ты с чего ради требуешь с меня на морде? Ты мне его предоставил по 417-му постановлению или нет? Средство индивидуальной защиты. Есть такой момент. Какой? Какой момент? Что это не... Мы не должны предоставить. Мы должны... Вы обязаны. Мы обязаны. 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 Да вы обязаны. Написано. Вы ничего вообще не читаете. Нет, конечно. Вы только вы слушаете начальство. Вы почему начальству вопросы своему не задаете? Почему вы исполняете незаконные приказы? Вы почему незаконные приказы исполняете? Почему исполняете незаконные приказы? Какой закон? Чтобы люди в намордниках ходили, у тебя мозги вообще отсохли. Понимаешь? С кем на вы? Я тебя презираю, понимаешь? Я тебя не то что не уважаю, я тебя презираю просто. Потому что ты геноцидник. Ваше право. Да это не мое право. Это факты. Мы не на базаре находимся. Задавал. Далее, откуда вы ее взяли, после чего вернула сотовый телефон обратно? Вы откуда это взяли? Стоит здесь ваша компания. Это вы подписали Кайгородова, правильно? То есть вы делали. Откуда вот это взяли, что она мне вернула сотовый телефон обратно? Вы откуда это взяли? У меня в заявлении написано. Она, во-первых, меня выхватила. Она потянула руку, как у нее сплошная ложь идет. То есть протянула руку, чтобы заблокировать тебя. Она выхватила. Это пояснение ее. Я понимаю. Это то, что она мне пояснила, я зафиксировала. Ложь. И дело в том, что когда я им задала вопрос по поводу того, что она телефон не возвращала меня, она кидала его. Я когда пыталась его взять, она его опять хватала и бросала в сумку. Потом бросила мне в открытую сумку. То есть еще и сумку руками проникала. Это разница. Во-вторых, вы сказали, что упала, потому что троллейбус поворачивал. Он вот так и поворачивал, смотрите, а потом он вот так и заворачивает. Соответственно, с этим по инерции вы должны двигались туда и поэтому туда и упали. То есть вы провели следственный эксперимент. Я не проводила. На основании чего вы сделали? Ваше оценочное осуждение? Я крепко стою на ногах. Ни разу в транспорте не падала, даже когда дергала. Понимаете, иногда бывают ситуации такие на дороге, когда водитель срабатывает моментально и по инерции может лгом хорошо удаться. Я на ногах крепко стою. Здесь именно было. Я не упала. Вы следственный эксперимент не проводили и утверждать этого вы не можете. То есть получается, человек, человек, человек пришел написал заявление на то, что кондуктора его с пассажирами вышвырнули из автобуса, а биомусора говорят о том, что он сам упал в троллейбусе. Вы че? Вы как вообще до такой жизни докатились? Почему ей не верили? Как вы себе это позволяете? Вы вообще кто? Вы что? Вы понимаете, вы до какой степени уже народ перекалили? Вас не хотят видеть. Ни в каком уже виде, вы понимаете? Я смотрю, вы снимаете. Вы понимаете? Я как пассажир. Не сомневайся. Ничего не нарушила. Я ничего не нарушила. Вы че делаете? Я ничего не нарушила. Вы че? Вам вообще мозги отцеплены. Есть определенные правила. Давайте без оскорбления. Это федеральный закон. Да вас никто не оскорбляет. Да ты себя оскорбил, когда намордник напялил сам. Я тебя не оскорблял. Понимаешь? Саша. Вот что должен делать кондуктор. То есть она нарушила. Служебные инструкции. Да, есть. Вы служебную инструкцию запросили? Да никто ничего не запрашивал. Что вы делаете? А вот я распечатал. У вас не инструкция кондуктора. Это вам нужно обращаться в город Электротранс. Подождите. Я вас спрашиваю. Что у меня нет? Подожди. Поговорился. И там они уже будут отвечать вопрос о включении дисциплинарной ответственности. В ответственности мы осматриваем только административную или уголовную ответственность. Подождите. А зачем вы тогда? Подождите. Если вы расследуем. Каждый занимается тем, что его... Так вот и занимаетесь. У нас мы занимаемся административными правонарушениями и преступлениями, которые именно там... Вот. Преступление. Человека вышвырнули из автобуса. Там хотели ограбить, отобрать. Это не преступление. Да? Зато вот без намордников 26.1 это у вас преступление. Это не преступление, а правонарушение. Да какая разница? Вы рассматриваете и то, и это. Подождите. Я не рассматриваю. Разница в категориях и наказаниях. Хорошо. Публичная граждан. Разница в масштабе причинения обственного расстройства, которым ты болен, которым вы хронически больны умственным расстройством, индуцированным бредом, который вы несете. Вы сколько народ будете геноцидить? У вас уже все. И у меня вот охота тебя... Вы понимаете? Вот ты сейчас эту бредятину несешь. Понимаешь? Мне тебя охота назвать Гондоном. То есть отождествить тебя с французским писателем Луи Гондоном, который писал фантастическую литературу. Понимаешь? Я вижу параллели с этим писателем. Сходство в том, что идет индуцированный бред у тебя. Понимаешь? Это не сходство. Это сходство. Сходство натуральное. Саша, подожди. Саша, подожди. То есть вы сказали, что с присядием полицейского вы соблюдаете Конституцию, решите президента и соблюдаете федеральные законы. А указ губернатора является федеральным законом? Нет, не является федеральным законом. Подождите. Губернатор может вести чрезвычайное положение на территории Алтайского края? А у нас введено не чрезвычайное положение, а резерв повышенной государства. Для кого? Для кого? Договаривай. Для кого? Для вас. Режим не повышенный. Врешь. Врешь стоишь. Врешь стоишь. Врешь стоишь. В наглую прям. Стоит и врешь. Вы закона губернатора Алтайского края. Для систем и подсистем. Для систем и подсистем. Для граждан вы не можете ничего ввести. У них полномочий нет. Мы ничего не вводим, а губернатор вводит. Кто он такой? Он законотворческая инициатива обладает? У нас губернии, наверное, появились. У нас губернии-то нет. Ну почему незаконные приказы выполняют? У нас, наверное, федерация. У кого? То есть, каждый субъект может принимать законы края. Подождите. Ты белины объелся что-то? Или че? Ты че дородишь-то? Саша, подождите. Такие законы? Саша, подождите. Саша, подождите. А конституцию вы вообще забыли уже? Или че? Поправки внесли. Подождите. Я сегодня звонила в ЧС. Можете позвонить тоже. И спросила, введен ли ЧС или вот то, что вы сейчас... Режим повышенной готовности, как вы сказали. На территории Алтайского края или на какой-то локализованной территории. Подождите. Нет. Нигде у нас никогда не вводился, не ответил. И не вводится. Потому что эпидемия, она имеет локальный характер. Она не может одинаково распространяться на все территории. И эпидемия это 5% инфицированных. У нас в Барнауле 632 тысячи с копейками. На сегодняшний день должна быть 31 тысяча инфицированных. У нас около 11 тысяч на сегодняшний день. То есть либо цифры завышаются. У нас нет эпидемии по данным определения вот этого. Во-вторых, ношение маски имеет рекомендательный характер. Я вам показала рекомендательный характер. И у Путина, там тоже написано, что граждане не обязаны. То есть он рекомендательный характер. И 44-й указ губернатора можете открыть. Там написано рекомендую. И пошли перечислили. Рекомендую. 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 Вы сказали, что губернатор не может. Губернатор не может выше федеральных законов пойти. И выше конституции. И у него ни один указ. Не может. Это я согласна. У него ни один указ. Вы ответили сами на свой вопрос. Он не может. Он не может вводить. Для кого ЧС ввели? Для кого? Для РЧС. Вот. Идем только для органов. Вот РЧС они работают. Системы и подсистемы управления. Для вас. Ну никак не для граждан. Вы ходите в намордниках. Вы почему граждан-то принуждаете? И далее. Вы почему начальство не спрашиваете? Не задаете вопросы? Почему незаконные приказы исполняете? Боитесь. Почему людей бедных заставляете зимой в мороз в наморднике ходить? Вы понимаете, что вы творите? Я без маски захожу без маски. Согласно Конституции. Согласно всем. Я ничего не нарушаю. Если бы была действительно такая обстановка, я бы давно бы заболела. Согласны? Ну это субъективно. Люди не должны надеть маску. Нет. Это не повезло. А вот знаете, а вот у меня отец. Я вам сочувствую. Я вам сочувствую. Потому что вы совершаете преступление и идет наказание. Умер, потому что маску носил. Как рыба без воды. А я на словах объясню. Вот вы машину берете и шланг из глушителя в карбюратор засовываете. Хорошо будет машина работать. Не разбираетесь? А своими выхлопными газами дышать вы разбираетесь? Голова не болит? Да пусть она ответит, для кого введено. Для кого? Для граждан. Где написано? Покажи. 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 Где написано? Я вам все документы покажу. Я вам все с тобой все отпечатаю. Где это написано? Я вот защищаю свои права вынужденные. Вам показываю. Покажите мне, пожалуйста. Не в телефоне. Напишите мне на бумажном носителе. На бумажном носителе предоставляются документы. Покажите. Покажите. У меня нету. Этот закон есть в результате. А как вы ими пользуетесь? Да. Я еще раз повторяю. Есть официальный источник, на котором публикуются данные. Я не умею, допустим, интернетом пользоваться. Газета какая? Газета. Российская газета. Там тоже нету указаний. Там печатаются. Покажите нам. Там печатаются. Там нет официальный сайт. Так вы докажите. То есть кроме голословных утверждений девушки, у нас нет ничего. Я являюсь представителем власти. Вам говорю. Это мы. Полицаем вы являетесь. Это мы власть. А не власть. Народ власть. Вы позабыли вообще все на свете. Прикиньте. Власть здесь мы. А не вы. Власть вы тут. Сидите, штаны протираете. Народ свой геноцидите. Власть они. На выслуги. Я вас уважаю. Как полицейство. Я вас прошу. Покажите, пожалуйста, мне бумажку, где написано. Покажите. Если кондуктор. Я законопослушный граждан. Я 64 года прожила. У меня чистая история. Чистая. Понимаете? Это умудриться надо прожить. Ни разу ни одного привода не имеет. Понимаете? Это нормально, я считаю. Вот. Я вам про это и говорю. Поэтому вот эти нарушения, они ко мне никакого отношения не имеют. Я уважаю на федеральные законы и запретила конституцию. И не хочу. Смотрите. Смотрите. Хорошо. Хорошо. Я вас слушаю. всем здоровьем. Потому что с возрастом идет снижение поступления кислорода через органы дыхания. И маска ограничена. Я могла бы сесть на самоидоляцию. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я бы занимаюсь. Но опять же. Для моего сердца. Для моих юсов. Для моих оконок. Мне показано мне дышать. Мне противопоказано. Всем людям. Взрослым противопоказано. Взрослым противопоказано. Ограничивать. Я предполагаю. Смотрите. Давайте я вам задам вопрос. Вот вы говорите, что вы уважаете конституцию. Вы уважаете. А кто вам сказал, что мы уважаем? А я с вами сейчас разговариваю. Я беседую. Я разговариваю. Вы говорите актично. Беседую. Это актично и геноцидом занимается. Саша. Вы говорите, что вы уважаете конституцию. Федеральные заставы, которые установлены во имя Конституции. А иные нормативно-правовые акты, которые точно также в соответствии с Конституцией установлены. Вы уважаете? Мы их предоставим, если они не имеют федерального запроса. Что за вопрос? Мира, Мира, да что за вопрос тебе задают? Ты послушай. Уважает ли она нормативные акты? Уважаешь ли ты? Я тебе перевожу. Нет, подожди. Уважаешь ли ты нормативные акты колониальной администрации? Мы их не уважаем. Ни вас, ни их. Причем тут я здесь. Потому что вам компетенция нарезана. Канарейки на нос помазать. Вы не понимаете, о чем идет речь. Я попрошу документы, если кондуктор ко мне подходит. Мира, да ты по существу. Есть основания или нет? Ну что мы жуем-то? Есть основания или нет? Она вам показывала, которые стенды, которые тоже находились. А на заборе написано и что? Что? Я вообще не понимаю. И у нее был открыт орган дыхания. Ну что вы сказали, это нормально. Я вот, пожалуйста, это нормально? Нормально. Рот меня закрыт. Мира, ты... Я понять не могу. Ты сюда пришла. Что? Я не знаю. Меня сейчас собираются выписывать часть вторую 6.3. 15 тысяч рака. Что это? За нарушение эпидемиологической озвучки, пожалуйста. Так у вас эпидемиологическая здесь ситуация? Так давайте тогда вызывать ЧС. Ой, вызывать... Эвакуироваться давайте. Давайте эвакуироваться, раз у вас ЧС. Я могу еще раз повторять. Не, ну вы же сказали, что у вас ЧС. У нас не ЧС. А что? Да нет. Так, подожди. У них есть. Написано. Так. Для кого? Для граждан. Для всех. Покажите, где написано. Где? Где написано. Документ покажите, где написано. Откройте. Откройте. Я еще раз повторяю. А что с вами? Я туда не прилагаю. Источник. Я вам это говорю. Вы обязаны... Откройте и покажите сейчас. Вы обязаны предоставлять документы, на которые ссылаются. Я вам не обязана. Обязаны. Как это не обязаны. Если вы говорите нарушение, вы обязаны доказать. Вы на что ссылаетесь? То вы мне говорите, что меня сейчас репрессировать будете за намордника. Я вас репрессировать не буду. Я не знаю. Да вы-то, понятно, не будете. А кто вы? Вы войско... Я гражданин. Российской Федерации. Вы войско лукавого. Покажите, пожалуйста, мне документ. Я вас прошу. Пожалуйста. А где Российская Федерация зарегистрирована? Да, давайте не будем развивать сильно тему, иначе это все у нас тут затянется надолго. Я не нужен документ на бумажном носителе. Я на телефоне плохо не буду читать. Давайте, когда... Без эмоций, давайте вот чисто в юридической конве предоставляйте документы. Она-то с документами к вам пришла. И каждое свое слово она подтверждает документами. Снять документы, достоверяющие личность. Ну что, дашь на дашь, что ли? Без проблем. Я говорю, вот, пожалуйста. Пожалуйста. Военный билет. Я прошу. Паспорт гражданина. Да мало ли, что вы просите. Это документы, достоверяющие личность или нет? Все про меня. И регистрации. Все написано. Билет не является. Четыре документа. Вы вообще ничего не знаете. Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Вы так все. Я вас прошу. Паспорт гражданина. Да мало ли, что вы просите. Вы вообще ничего не знаете? Я так смотрю. Вы вообще ничего не знаете. Идете со мной. Да не будет. С чего ради. Я вас доставляю в отдел политики Полинского района. С чего ради. С чего ради. Бопова. Какое? Какое? Я вам уже заучила. Какое? 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 Ну покажите право. На чем основу? Пройдемте. 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 У нас все фиксируется, поэтому помните меня? Молодцы, это хорошо, что вы помните своих героев. Это вы, наверное, что-то где-то ошиблись. Давайте, подойдите. Вновь продолжается бой. Беспредельщики беспределят с пущей силой. Каждый день людям по капле вот этот эффект, так называемый, когда лягушку бросают в воду холодную и потихоньку греют. И она потом сваривается. То есть каждый день людей отупляют, каждый день заворачивают гайки, все сильнее и сильнее. Люди, в принципе, уже морально пали. Они уже поддались на вот это безумие, на вот это коронабесие. То есть самосознание коренного этноса моего многострадального народа опущено ниже плинтуса. То есть мусора, вот эти био, вот этот новый подвид ковид человека, они сейчас, ввиду индуцированного бреда, являются инструментом порабощения человечества. И когда нас пишут, как только они выполнят свою функцию. Но я вот на сегодняшний день убеждаю, что мусора это уже не люди. Это уже отдельное существо, которое биологически похоже на человека. Но отношения никакого к людям не имеет. Друзья, боремся, сопротивляемся. Если мы этого делать не будем, нам кранты. Отстаивайте, пожалуйста, свои права. Вот смотри, я что думаю. Здесь две бабушки пришли, да, к участковому. Ну, понятно, там бы они сейчас голову им закружили бы. А тут смотрят, подмога подтягивается. И они решили нас быстренько отсечь. Это вот прям тут даже... Разделяй, разделяй власть. Инструмент мы основной. То есть они видят даже, что они по разговору, по юридическим терминам не вывозят вообще никак. Ни по человеческому, ни по юридическому. Ну и решили просто как бы, да, маленько нас отодвинуть, так сказать. Так что люди наблюдаются сегодня в последние дни. И от того, как мы похлопочим сегодня за себя, так оно и будет. Мусора уже не сдадутся. Только огласка. Только очное взаимодействие. Поэтому давайте, друзья, у кого еще остались мозги в черепной коробке, не дайте себя взять голышом, голыми руками. Потому что я лично для себя определился, что я буду уходить стоя. Но стоила на четвереньки. Быдлом я не планирую вставать. Благодарю. Что, в Бога-то веришь? А? Сынок, 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 в Бога веришь? Я вам не сын. А? А Богу веришь? Я вам не сын. Вы что думаете? Вы сами из себя появились? Вы что думаете, на вас управы нету? Вы что думаете, вы вот так вот и будете народ геноцидить? А? Дебильщики. Ты что, блядь, ты не понимаешь вообще, что ты творишь? А? Что твоими руками белыми, чистыми, которые труда не видели, что творится? Там это самое. А? Раскадай по нашим всем чатам. Короче, по-моему. Бога веришь, говорю? А? Что думаешь? По мере намудилу. Просто так все вот это происходит. Вы что, вы не понимаете, кто вы? Что вы творите? Вот. Поэтому участковый нас в часа не повез. Вы не понимаете, что вы делаете? По какому району? Я в полиции по Ленинскому району. По Ленинскому району. Ты сам-то как оцениваешь вообще происходящее? Бегаете людей, бегаете людей, людям заставляете на мордники на голову напяливать? Ты вообще, как, 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 ты вменяемый, нет вообще? Ты чем занимаешься? На людей на мордники напяливаешь? Ты что, ты не понимаешь, что ты делаешь? А? Сынок, вы что, вы что творите-то? Вы вообще расчухон словили. Вы что делаете-то? А? Ты что молчишь-то? Я понимаю, что у тебя совести нету. Ну ты что-то хоть ответь. Ты что думаешь, Бога нету? Я уже все объяснил. Что ты мне объяснил? Что ты мне объяснил? А я тебе говорю, что Бог есть и Он нас любит. И в этом заключается истина. На определенном этапе я верил в Бога. Потом я стал верить Богу. И сегодня моя вера сменилась доверием. То есть, когда ты маленький был, и папа тебя через дорогу вел, и ты его за руку держал, ты на светофор не смотрел, ты всецело ему доверял. И сегодня я всецело доверяю творителю бытия. А ты на каком-то основании решил, что его нету. И ты можешь быть здесь судьей. Ты можешь здесь властвовать над людьми. Вы вообще все забыли. Ты слуга народа. А ты что творишь? Ты для кого служишь-то? За шлемку супа, за похлебку ты служишь. Для кого вы это делаете? Ты что не понимаешь, что сегодня ты своими руками будущее своих детей отсекаешь? Вас скоро колоть начнут, и вы начнете как свиньи. Начнете остывать. Вы что, ты не понимаешь, что ли, что есть мировые вопросы, и ты являешься сателлитом этих вопросов? Вы все это знаете. Вы настолько вас через такую призму отсева провели, что нормальный человек уже не будет работать. Сами слушайтесь, во что вы говорите. Призма отсева. Призма это линза, на честного. Если вы пытаетесь сделать умный вид, и как вы говорите, вывезти по базару у нас. Как это вы говорите? Отлично. Я вот это убирать не буду. Мы же приехали в этот коммерческий фронт на счет мира. То, что ее вызвали. Мы все, они смотрят, что нас приходят по разговору. И все, участковый быстренько решил нас, короче, в отдел полиции оформить по масочкам, как всегда. Ну, больше, конечно, ничего не было. В данном случае не помажем, но в связи с тем, что вы отказались поделить документы, то есть нарачу лично, который должен вас видеть. Кто отказался? Он говорит, он переобулся на ходу и говорит, что нас сейчас везут за то, что мы отказались показывать документы. Ты врешь, подлец, понимаешь? Ты сидишь и нагло врешь, блядь. Врун. Вы как вообще? Вы кто? Вы что творите? Вы что делаете, а? Кто отказался тебе показать документы? Кто? Вы отказались. Врешь. А у нас же... Стоишь и сидишь и врешь, понимаешь? Ты пока бумок пробить, а? А что-то будем лечить в вашу установленную. Ну, так ты пока бумок пробить, а? Сидишь тут. Да. У вас при себе должен быть паспорт. Алло. У меня при себе должна быть совесть, понял? А не паспорт. Алло. Где, в каком нормативном документе прописано, что у меня с тобой должен быть паспорт? А, сидишь, сочиняешь. Постановление. Да, сочиняю. Какое? И что там? По поводу. Что там прописано, что я, оказывается, с паспортом ходить? По поводу чего? Куда подмешать? Покажи. А? Зачем? Вы можете прочитать, у вас не тратят. Да, понятно, что можете. Да, я вот лично думаю, что ты сочиняешь, сидишь. Хорошо. Суд разрешит наше разногласие. Да, мы... Суд это... Суд это конвейер геноцидов, который вы нас тащите за ноги и думаете, что вас суд спасет. Вас божий суд ждет справедливый. Вы уже для вечности. Вы отработанный материал. Вы, предатели, никому не нужны. Вас потом в первых же утилизируют. Я же не просто так говорю, что ты биомусор. Понимаешь? Тебя утилизируют. Тебя утилизируют. Вы сейчас в терминале биомусора. В присутствии к тому же... Я говорю, люди тебя так называют. И я... Ну, люди сейчас подъедут. Ну, тем не менее. Мы собираемся. На выход, граждане. Говорил. А говорил, прыжников пойдет. А причина заставления. Ты мне говоришь? Тебе. В туалет схожу. Ты видишь, я тут сижу. Тебя завели, ты мне вопрос задаешь. Ты задавай вопрос, кто тебя привел. Хорошо. Не мне надо задавать вопрос. Причина заставления. Будьте добры. Я вас не задерживаю. Не задерживаю. Да. Отдыхаю все. Это вот, когда в прошлый раз там еще увидишь, что был по трамваю. Это жил в Тужор, в Бежурном Гулаху, у которого тут башка кутру жила такая вот от звонков. Повидим, кто еще помнит. Бедем? Видишь, все помнят. Та-ра-та-ра-та-ра. Ну, он походу конченый, я по-другому не могу сказать. Да, у нас что-то тоже такое же мнение сложилось. Приперли вот государственные профициты, потратили, чтобы личность установить, хотя могли сделать это пока вместе. Конечно. Но... Ему надо было нас от женщин отсеять. Оторвали нас от женщин от коллектива. Мы пошли же заступаться за миром в опорный пункт. Но они там участковые видят, что у нас они по разговору вы как-то не выводят. И все ли они нас с Александром увезти в общем в отдел, чтобы якобы типа личности проверить. Ну, то есть попросту, короче, нас отделили, чтобы там сейчас женщин... Да-да-да, чтобы мы их не защищали. Мир, а там сказки свои рассказывает. Мир, а там сказки свои рассказывает. Ну, да, ну там... Что дышать темно, и все стройче. Так, я не знаю, все пока, наверное, никаких действий. Да пока, ну таких лишь участковых. Участковый свалил, бросил. Нет, нет, все я понял. Если что-то кого-то, то, естественно, мы сразу оповестим по чатам. Просто как бы я не понял, мы задержаны или что? Нет. Ну, в общем, вот. Ничего, ничего, нормально все. Все нормально. Да там перед аром воняет. У нас никакого правонарушения нет. Нас приперли просто так. И он опять свинтил. Ты где ходишь-то? Ты что нас бросил? На каком основании доставил? Где протоколы? Где что? Так сначала, наверное, рапорт-то с протоколом составляют, а потом доставляют. Тебя что, учить надо всему? Вы что творите-то? А, снос! Да. Здорово. Да я что, ломом битый, что ли? Я, как всегда, пляшу на лезвие бритвы. Я вам что, блин? Сейчас бы пока не лезвие. Сидим, бай, щебоком вместе, бай. Давай, ладно. Ты что, бля, свою бумагу надо, боже, на рестору тратить? Ты что меня сюда припер? А? Успокойтесь. Припер меня сюда, что говорю? Вам что? Заняться нечем? Пришайте мне домой в деревню ехать, если я по вашей вине опоздаю на поезд, будут проблемы, однозначно. А то сейчас будет он там бегать 3 часа, туда-сюда бумажку искать. Зовите сюда. И опять тебе головники, да? Ты, наверное, я думаю, очень рад нас видеть. Мы тоже очень рады, да. И все сопутствующие с нами, так сказать, обстоятельства. За вас, мужики, боремся. Скоро колоть начнут. Вот этого барашка уже откормили, колоть его скоро начнут. Ага, сынок, ты что меня припер сюда? Давайте, гражданин участковый, поактивно решайте причину нашего доставления, потому что у меня скоро поезд. Мурыжить будешь, да? Ну, Родина тебя не забудет, сынок. А у меня это дело. Да ты что? А какой еще? Есть статья такая, с 19-го главного кодекса. И что там она гласит? Что гласит? Что? Оскорбление представителя власти. Ага. А какое именно оскорбление? Биомусор. Биомусор? А, ну-ну-ну. Я же тебе еще раз повторяю, что люди так говорят. И я с людьми согласен. Как-то следственный комитет разберется. Разберется, конечно. Я предполагаю. Да. На гондона будешь писать? Да. Не забывай. То есть, ты сейчас на каком основании нас припер сюда? Чтобы удостовериться в документах? Правильно? Все верно. Выяснили. Это не режимный объект. Правильно? Нет, нет, нет. Четыре вида режимных объектов. Он мне не относится. Вы прекрасно об этом знаете. Не надо. Пойдите сказки этим рассказывать. Я вас застрял сюда. Сотрудник не может мне ничего запретить, потому что он на работе у себя находится, а не за часом. Какой-то лобок. Вы это прекрасно понимаете. Вот я вам могу запретить меня снимать. Я вам объясняю. Припер меня сюда на каком основании? Я вам объясняю. Объясняю. Протокол доставления в любом случае составлять. Протокол доставления? На каком основании меня сюда припер? По подозрению совершения правонарушения. Какого? 20.6.1. То есть, отсутствие документов. А по факту ты у меня осведомился, есть они или нет? Я вас спрашивал. Ты чем занимаешься тут? А, штаны протираешь свои? Носитель штанов. Ты что тут делаешь? У меня вот мои документы. Ты почему меня сюда припер? На каком основании? А, чтобы я их тебе тут показал? Так я их там тебе мог показать. Там их не показывали. Там вы вели себя довольно конфликтно. Да я не хочу с тобой себя вообще никак вести. Вот мои документы. Ты почему меня сюда припер? Вот они. Вот они. Ты почему меня сюда притащил? На каком? Ты протокол составляешь только сейчас. На каком основании? Ты меня без протокола, без всего сюда притащил. Вы вообще не вменяемые. Мама! Лёня Костроверёнка! Лёня! Спокойно! Костроверёнка! Сядем! Сейчас! Ну что, дорогие друзья. Обшорошенный биомусор, который нас сюда приволок. Он, короче, ну, мягко говоря, обгадился. Очень жидко. Да, жидко обгадился. Но это все вы посмотрите. Ну, в общем, идём в опорку к женщинам, к нашим, обратно. Друзья, пожалуйста, умоляем вас, боритесь за свои права. Показывайте зубы только в рамках правового поля. И всегда нужно идти по лезвию бритвы, но чувствовать баланс. Вот берите пример. Ну, я без комментариев. Ага, ну, без комментариев. Я даже не знаю, что сказать. Продолжение следует...